Я читаю прошедшие комментарии. Анастасия Петрович, сегодня нам повезло на трёх представителей этого колорита. О да, сравнили, и все очень разные именно в рамках своего диапазона. И глаза, и волосы, и брови. И в этом плане сейчас я немножечко отвлекусь и покажу вам, что полезно заглядывать к нам на сайт. Особенно можно полазить, вот это вообще 16-й год, когда была книга выпущена «Светлое лето», если кто-то читал, то это отдельная энциклопедия по светлому лету. Вот она вот так выглядит. И совершенно разные модели, разные варианты данного колорита могут встретиться. Бывает более, так сказать, мягкий оттенок волос, более прозрачные глаза. Бывают более, допустим, мягкие глаза, более светлые волосы. То есть внутри этого колорита вот эти оттенки могут очень интересно по-разному распределяться. И в целом это даёт плюс-минус похожие внешности. Но если вдруг стилист увидел один тип такой внешности, я даже сейчас, наверное, не постесняюсь. Анастасия, можно я к вам в гости сейчас зайду на ваш аккаунт? Вы не против? Потому что Анастасия тоже ещё один из наших примеров. Вот можно взять, например, показать и нашу участницу, нашу тоже, нашу выпускницу великолепную, очень старательную Анну, и показать не менее старательную. Сегодня у нас самые два старательных стилиста участвовали. просто даже по тому факту, что они присутствовали на занятии, на практике, что им не всё равно. Я могу их показать. Сейчас мы... Английский. Сейчас я зайду. Просто чтобы вы попробовали посмотреть на вот это разнообразие. Так, напомните, как я вас быстренько найду, потому что имя же, может быть, по-разному написано. Так, 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 чтобы нам долго не искать. Оп, нашла. Итак, наша замечательная Анастасия. Конечно, фотография, ну, так сказать, обработанная там и так далее, но вот я думаю, вы сможете её найти, посмотреть. Замечу сразу... Да, по фамилии было легче. Замечу сразу, что на некоторых фотографиях, чтобы вы правильно смотрели, брови окрашены, да, поэтому пусть это вас не шокирует, не удивляет, да, то есть... Но, тем не менее, обратите внимание, что более мягкие и относительно, да, светлых волос, кажущиеся более тёмными. Глаза, в них проявляется мягкость колорита и светлый оттенок волос. Это натуральный оттенок волос. Поправьте меня, Анастасия, если я где-то лишнее наговариваю, но я думаю, что так оно и есть. Всё натуральное, всё своё, да, и вот мы можем увидеть и понаблюдать. Вот это один пример, да, колорита, и как могут оттенки распределиться, и мягкость, и светлота, как они могут проявляться внутри, распределиться, да, внутри колорита. И ещё один пример. Вторая участница нашей сегодняшней практики. Сейчас я посмотрю, есть ли тут что-то, что может быть... Ну, вот здесь, так сказать, конечно, в искажённом освещении, тем не менее, вы видите, да, уже более тёмные волосы относительно Анастасии, но при этом вы видите прозрачные глаза. Прозрачные. Ну, и сейчас я посмотрю, у меня где-то на фотографиях Анна как раз есть. Сейчас, секундочку. С сегодняшнего репортажа мне Константин в быстром порядке сделал. Прямо очень... Несколько фотографий буквально. Но здесь, скорее всего, Анна будет смотреть на нашу модель. Да, здесь не очень видно, но можно посмотреть вот этот вот оттенок волос, который немножко выгорел. Тоже такой как-то не очень и холодный, да, такой вот невнятный, немножко зависающий между теплом и холодом. Ну, вот глаза у нас в рабочую, так сказать, атмосферу погружены. Как раз Анна была тем замечательным помощником, который помогал сегодня держать инструмент для нашей модели и, соответственно, тоже вот участвовал в этом замечательном процессе. Итак, вернемся к нашему... К нашей модели. Мы еще не все о ней сказали. Итак, напомню. Да, мы с вами говорили о... Мы с вами говорили о причинах ошибок. То есть мы с вами выделили как минимум три причины, почему не было сразу легкого и качественного определения колорита, тем более после темного лета, почему первый стилист перепрыгнул в чистую весну, да. Видимо, вот ориентируясь на вот эти вот оттенки, реакцию на тепло, на, так сказать, спокойную такую, да, реакцию, возможно. Но, тем не менее, если бы мы посмотрели аккаунт внимательно, посмотрите, вот здесь наша модель находится в окружении своих ключевых оттенков. Полюбуйтесь, потому что вот такие фотографии, когда вы их находите, они обычно очень показательные. Я не знаю, видно ли, позволяет ли вам экран. Я сейчас попробую еще немножко увеличить, да. Качество фотографии, конечно, не идеальное, тем не менее, видно ли вам вот насколько как будто лицо светится изнутри, озарено, и вот это вот ореол светлоты, который очень часто с восторгом воспринимает колорит светлое лето, то есть когда мы видим в светлом окружении портретную зону, то практически мы видим, как начинает светиться глаза, так сказать, лицо освежается. То есть это все вместе дает вот такой очень волшебный, я считаю, эффект влияния ключевых оттенков.